Всем привет, друзья! Давайте сегодня немного окунёмся в американские вступительные задачи. Вот такая задача была на вступительном экзамене в один американский колледж технический. Подчёркиваю, технический, да, то есть это не для гуманитариев. И тем не менее, ничего сложного здесь нет. Можете поставить на паузу, подумать, какой будет ответ, написать его в комментариях и продолжать смотреть видео. Прямо сейчас я разберу эту задачу. На первый взгляд всё выглядит довольно страшно. Корень из 153, 68 и 17, и непонятно вообще, что здесь делать. Но давайте попробуем каждое вот это подкоренное выражение разложить на множители. С 17 всё понятно. Это простое число, и оно никак не раскладывается. Оно делится только на единичку и на само себя. Так, с 68 давайте попробуем. Итак, 68 делить на 2 получится 34. Делить ещё на 2 получится 17. И вот 17, собственно, снова простое число. К нему мы и пришли. Так, давайте посмотрим, что у нас со 153-мя будет. 153. Смотрим, делим на 3. Получаем 51. 51 у нас снова делится на 3. И получаем с вами 17. Снова 17. И, как видим, уже всё становится легко. Что ж, отлично. Это то, что нам и нужно. Значит, мы можем переписать всё это как 2 помножить на корень из 3 умножить на 3 умножить на 17. Минус 3 корня. Под корнем можем записать вместо 68, как 2 умножить на 2 умножить на 17. Ну, а тут плюс корень из 17 у нас так с вами и останется. Ну, что мы можем сделать? 2. Вот эти вот 3. Раз у нас 2 раза троечка, значит, нужно написать 3 в квадрате помножить на 17. Минус 3 на корень. Тут у нас дважды двоечка, значит, это 2 в квадрате помножить на 17. А тут просто плюс корень из 17. Ну, понятно, что мы с вами можем немножечко упростить, взяв и занеся это всё под отдельные корни. То есть, написать вот так вот. Я не буду переписывать, я просто сделаю вот так. И тут сделаю такой же трюк. Умножить на корень из 17. Теперь, что мы видим? Что у нас везде есть с вами корень из 17. Тут корень из 17, тут корень из 17, тут корень из 17. Поэтому мы можем вынести его за скобочки. Корень из 17. И что у нас в скобочках получится? От первого слагаемого у нас остаётся 2, помноженное на квадратный корень из 3 квадрата. Корень и квадрат у нас сокращаются. Получается 2, помноженное на 3. Теперь минус. От этого у нас остаётся 3, помноженное на квадратный корень из 2 квадрата. Опять квадратный корень и квадрат у нас сокращаются. Получается 2. А от третьего слагаемого у нас остаётся... Кто-то скажет ничего, но на самом деле остаётся единичка. Потому что единичка умножить на корень из 17 будет корень из 17. Ну, а теперь осталось все посчитать и найти ответ. Итак, что у нас будет? Корень из 17, помноженное на 2 на 3, это 6. Ну, и 3 на 2, это тоже 6. То есть, вот это вот все у нас будет 0. И, значит, останется единичка. А корень из 17, помноженное на единичку, это не что иное, как корень из 17. Вот, собственно, это и есть ответ. Корень из 17. Если у вас получилось точно так же, то вы молодец, в американский колледж технически поступите. Осталось только поставить лайк, если все было понятно и вы этого еще не сделали. Подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. А также напоминаю, что по ссылочке в описании к этому видео вы найдете мой канал в Телеграме. Также нажмите на колокольчик, если смотрите меня на Ютубе, чтобы не пропустить мои новые видео. И пока, друзья, до новых интересных задач.